Доброе время суток! Меня зовут Мамаева Кристина Гумеровна и я являюсь педагогом дополнительного образования объединения человек и его здоровья. Мы продолжим тему пищеварительной системы и сегодня у нас будут этапы пищеварения. Очень серьезная тема, много очень теорий, поэтому запаситесь терпением, но это очень важная тема. Итак, этапы пищеварения. Человек является гетеротрофным организмом, все органические вещества он получает с пищей. Однако организм человека не способен усваивать органические вещества пищи без ее предварительной механической и химической обработки. Эту важную функцию выполняет систему пищеварения. Общие принципы пищеварения. Пищеварение это сложный физиологический и биохимический процесс, в ходе которого принятая пища в пищеварительном тракте подвергается физическим и химическим изменениям. Это определение можно записать. Значение пищеварения. Сохранение пластической и энергетической ценности пищевых компонентов. Преобразование компонентов пищи в легкоусвояемое организм питательные вещества и утрата видовой специфичности питательных веществ. В противном случае компоненты пищи не усваиваются и воспринимаются как антигены, вызывая иммунный ответ. Принципы пищеварения. Пищеварение это многоэтапный последовательный процесс. Пищеварение включает как механическую, так и химическую обработку пищи. Химическая обработка пищи происходит при участии пищеварительных ферментов. Ферменты это высокоспецифические биологические катализаторы. Каждый фермент работает только с определенным субстрактом, веществом, при определенной температуре и кислотности. Определение ферментов тоже лучше записать в тетрадь. В каждом отделе пищеварительного тракта поддерживаются определенные условия для работы определенных пищеварительных ферментов. Каждый отдел тракта ограничен сфинктерами, то есть соблюдается определенный последовательный пищеварительного процесса, чтобы пища не смешивалась с предыдущим этапом. В пищеварительном тракте около 35 сфинктеров. Они выполняют роль клапанов, обеспечивающие движение пищевого содержимого в каудальном направлении, то есть сверху вниз. Однонаправленные движения пищеварительных секретов, разобщение отделов пищеварительного тракта, где пищеварение происходит на характерных для них этапах. Пищеварительные ферменты. Переваривание пищевых веществ пищеварителем тракта осуществляется гидролитическими ферментами. Пищеварительные ферменты равно гидролитические ферменты, равно гидролазы. Гидролазы – класс ферментов, в работе которых участвуют молекулы воды. Общая схема реакции катализируемых гидролазами показана на экране. Таким образом, в процессе переваривания, это гидролиз питательных веществ, каждый фермент имеет субстратную специфичность, которая зависит от видов и индивидуальных особенностей организма. Индивидуальный набор ферментов каждого человека адаптирован к перевариванию той пищи, которая характерна для вида человека разумной. И тем питательным веществам, которые преобладали в рационе его родителей, бабушек и дедушек. Пищевые продукты, не характерные для географического места обитания, могут не перевариваться и восприниматься как чужеродные вследствие отсутствия соответствующих ферментов. Сейчас очень много продуктов питания, которые раньше наши предки не использовали. Поэтому в связи с этим происходит сенсибилизация, то есть накопление этих чужеродных организмов, можно так сказать, и очень много стало аллергий. То есть те же самые тигровые креветки, например, или какие-то виды фруктов, которые мы раньше не ели, манго. Очень много на них аллергий. Из-за того, что мы просто не можем переварить эту пищу, у нас нет набора ферментов для них. Все ферменты разделяются на 4 основные группы. Это амилазы расщепляют углеводы, липазы расщепляют жиры, нуклеазы расщепляют нуклеиновые кислоты и протеазы. Виды ферментов тоже можно записать. В результате расщепления питательных веществ образуются мономеры, которые всасываются из кишечника в кровь и лимфу, транспортируются к тканям организма и включаются в его метаболизм. Вода, минеральные соли и витамины всасываются кровь неизменными. Ферментативная активность свойственна каждому отделу пищеварительного тракта и максимально при определенном значении PH среды. Так в желудке пищеварительный процесс осуществляется в кислой среде, а в 12-перстной кишке желчь и поджелудочный сок создают нейтральную и слабо щелочную среду, и желудочные ферменты перестают работать, инактивируются, чтобы не сжечь стенки желчного и кишечника, поэтому там инактивируется кислота. Перистальтика, определение перистальтики тоже запишем себе в тетрадь. Это волнообразное сокращение стенок пищеварительного канала способствует продвижению пищи. На протяжении пищеварительного тракта имеется несколько водителей ритма его сокращений. Эти водители ритма особенно чувствительны к физиологическим активным веществам и получают обильную иннервацию. Сложность движения пищеварительного тракта обеспечивается наличием в нем пучков гладких мышц и идущих в разных направлениях. Гладкие мышцы регулируют тонус кишки и изменяют просвет пищеварительного канала. Волна сокращения и расслабления круговых мышц продвигается вдоль пищеварительного канала, создавая его перистальтическое сокращение. Интересно, что в перемещении жидкости по пищеварительному тракту перистальтика не участвует и жидкость передвигается под действием гравитации и повышенного давления в ротовой полости. Даже когда мы выпиваем холодную воду, мы чувствуем, как у нас вода сама, можно так сказать, стекает по пищеводу и перистальтика не принимает в этом участие. Значение перистальтики. Продвижение пищевого содержимого химус, задержка пищевого комка на различное время в разных отделах пищеварительного тракта для лучшего переваривания. И смешивание пищевых веществ с пищеварительным секретом для более полного переваривания. Функциональные отделы пищеварительной системы. Выделяют три функциональных отдела пищеварительной системы. Это тоже мы запишем. Передний отдел – это органы ротовой полости, глотка и пищевод. Функция – механическая переработка пищи. Средний отдел – это желудок, тонкой и часть толстой кишки, печени, поджелудочные железа, функции химической обработки пищи, всасывание продуктов, расщепление. Задний отдел – это прямая кишка, функция формирования каловых масс, выведения кала из организма. Типы пищеварения. В зависимости от происхождения гидролитических ферментов пищеварение делится на три типа. Это собственное пищеварение, осуществляется ферментами пищеварительных желез, ферментами слюны, желудочного и поджелудочного сока, эпителия тонкой кишки, то есть теми ферментами, которые выделяет наш организм. Симбиотные. Это осуществляется ферментами кишечных симбиотных бактерий простейших пищеварительного тракта, например, пищеварение целлюлоза в прямой кишке. То есть это те ферменты, которые выделяются не сам организм, а микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике. И аутолитическое. Осуществляется ферментами, которые вводятся в организм в составе принимаемой пищи. Например, у новорожденных собственное пищеварение еще не развито, поэтому грудное молоко матери содержит ферменты, способствующие его усвоению. Ну, либо ферменты, которые мы специально принимаем для улучшения пищеварения, те же самые, как креон, панкреатин и так далее. В зависимости от локализации процесса пищеварения делится на внутриклеточное пищеварение, осуществляется с помощью ферментов лизосом. Наиболее активно используется в период новорожденности. На вне-клеточное пищеварение дистантное, как у нас дистанционное обучение совершается в среде удаленной от места продукты ци-гидролаз, работа ферментов слюны в ротовой полости. И контактное. Контактное – это как у нас очное обучение. Пристеночное мембранное гидролиз происходит с помощью ферментов, встроенных в мембраны, микроворсинок, а также ферментов слизи и гликокаликса тонкой кишки. Три этапа пищеварения. Полное пищеварение – начальный гидролиз полимеров до олигомеров. Пристеночное пищеварение – расщепление олигомеров до мономеров и всасывание мономеров. То есть пищеварительная система устроена так, что сложные химические вещества расщепляет до более простых и тогда вот эти мономеры всасываются в кишечники и попадают в кровь, попадают в эти питательные элементы. Пищеварение в ротовой полости. Несмотря на кратковременность пребывания пищи в полости рта, это в среднем 15-18 секунд, импульсы от вкусовых рецепторов по афферентным волокнам поступают в центральную нервную систему и активируют вещь пищеварительный тракт. То есть когда мы начинаем жевать, у нас уже пищеварительный тракт готовится к пищеварению, то есть так устроена наша центральная нервная система. Возбуждает секрет слюных желудочных желез и поджелудочной железы, активизирует желчевыделение, изменяет моторную деятельность пищевода желудка двенадцатиперстных кишки, влияет на кровоснабжение органов пищеварения, усиливает расходы энергии на переработку и усвоение пищи. Особенно важно раздражение рецепторов языка, слизистой оболочки рта и зубов в осуществлении пищеварительных процессов в самой ротовой полости. Механическое измельчение пищи в процессе жевания резцы и клыки откусывают пищу, малые коренные зубы ее раздавливают, большие коренные зубы растирают. Смачивание, перемешивание со слюной и растворение пищи. Начинается ферментативное расщепление углеводов под действием ферментов слюны, амилаз, птиолина и мальтазы, обеззараживание пищей лизоцимом слюны, оценка качества пищи с помощью вкусовых рецепторов языка, формирование ослезненного пищевого комка, предназначенное для глотания. Всасывание веществ полости рта практически не происходит, так как пища быстро проглатывается. Однако известно, что некоторые фармакологические вещества всасываются быстро и это находит применение как способ введения лекарственных веществ, как например подъязычные препараты, это глицин, препараты скорой помощи, которые быстро снижают давление, и нитроглицерин, то есть они всасываются сразу в кровь, если их положить под язык. Слюна. Эту табличку можно себе записать в тетрадь, сначала сфотографировать, потом записать в тетрадь. Слюна обладает выраженным бактерицидным свойствами и ферментативной активностью. Слюна обладает PH 5,6-7,6, идеальный уровень для ротовой полости выше 7. Чем выше кислотность, тем более благоприятна среда для развития микроорганизмов. Кислая среда возникает, например, после употребления богатой углеводами пищи. Состав слюны это вода, пищеварительные ферменты или зацем. Глотание. Все определения можно записать себе в тетрадь, тогда вам будет лучше усваиваться материал. Глотание это рефлекторный ответ на раздражение корня языка. Центр глотания продолговатый мозг. При проглатывании пищи язычок мягкого неба закрывает проход в носовую полость, а надгортаника, отпускаясь, закрывает вход в гортань, чтобы у нас пища не попала в дыхательные пути. Из-за этого нам не нужно разговаривать, когда мы принимаем пищу, потому что этот процесс не успевает закрыться, и пища может попасть в дыхательные пути, и тогда нам нужно оказывать первую помощь. Тогда человек может подавиться, ладно, и будет, если кто-то рядом, а если некому будет помочь, это очень может плачевно закончиться. Пищевод принимает участие в проглатывании пищи, перистальтические сокращения мышц пищевода обеспечивают продвижение пищи в желудок. Вне глотания вход в желудок закрывается кольцевой мышцей, нижним пищеводным сфинктром, кардией, который препятствует обратному движению пищи из желудка в пищевод. Одностороннее движение пищи способствует и острому углу впадения пищевода в желудок. Острота угла увеличивается при наполнении желудка. При некоторых патологических состояниях тонус кардии снижается, перистальтика пищевода нарушается, содержимое желудка может забращиваться в пищевод. Это вызывает неприятные ощущения, называемые сжогой. И заболевание такое, как герб, то есть заброс содержимого желудка в пищевод, рефлюкс, эзофаги. Поэтому, когда мы поели, мы не должны принимать горизонтальное положение. Должны находиться в вертикальном положении, чтобы этот сфинктр хорошо закрывался, то есть, чтобы мы не провоцировали его открытию. И за 2 часа до сна у нас должен быть последний ужин, чтобы не провоцировать тоже этот рефлюкс. Еще есть патология, такая как нарушение глотания, является аэрофагия. Избыточное заглатывание воздуха, что чрезмерно повышает внутрижелудочное давление, и человек испытывает дискомфорт, воздух выталкивается с желудкой, пищевод, сейчас с характерным звуком отрыжки. Это, например, бывает у грудных детей, которые с потреблением молока заглатывают воздух, и у взрослых тоже такое бывает нарушение, и им кажется, что начинается рвота, рвота, то есть, есть позыв на рвоту, но ничего не выходит, а выходит только воздух, получается, рвота воздухом, то есть, это очень неприятное состояние. Пищеварение в желудке. Объем пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до 1 литра, но может увеличиваться и до 4. Желудок является резервуаром для проглоченной пищи, а также осуществляет химическое переваривание этой пищи. Кроме того, осуществляет секрецию биологически активных веществ и выполняет функцию всасывания. Функции желудка. Депонирование пищи. Механическая и химическая обработка пищи. Частичное всасывание веществ. Постепенная порционная эвакуация содержимого желудка в кишечник. Железы с листой оболочки желудка выделяют 2-2,5 литра желудочного сока в сутки. Состав желудочного сока. Это вода и минеральные соли. Естественно, основной компонент это соляная кислота, аж хлор. Функция ее. Обеззараживание пищевых веществ, денатурация белков, поддержание кислотной среды для активности ферментов. Пищеварительные ферменты, пипсин, расщепление белков или паза, расщепление жиров. Благодаря соляной кислоте, желудочный сок имеет кислую реакцию pH 1,5 и 1,8. Для сравнения, сок лимона имеет pH 2. Однако, величина pH содержимого в желудке значительно выше, так как кислотность нейтрализуется принятой пищей. Для защиты слизистой оболочки желудка, мукацин из стенок желудка выделяет слой слизи. Мукоидный секрет толщиной 1-1,5 мм, который называется слизистым защитным барьером желудка. Пища находится в желудке несколько часов. За это время она набухает, разжижается и переваривается ферментами слюны и желудочного сока. Ферменты слюны действуют на углеводы пищи, находящиеся в центральной части пищевого комка. Куда еще не проник желудочный сок, прекращающий их действие. Ферменты желудочного сока действуют на белки пищевого комка только при кислой кислотной среде желудочного сока, т.е. в непосредственной близости со слизистой оболочкой желудка. В желудке частично переваренная пища смешивается с желудочным соком и выводится отдельными порциями в 12-перстную кишку. Время полной эвакуации смешанной пищи из желудка здорового взрослого человека составляет 6-10 часов. Пища, богатая углеводами, быстрее эвакуируется из желудка, чем богатая белками. Жирная пища эвакуируется из него с наименьшей скоростью. Жидкости начинают переходить в кишку сразу после их поступления в желудок. Повреждение слизистой оболочки желудка. Разрушение слизистого барьера желудка может быть одной из причин повреждения слизистой оболочки желудка и более глубоких слоев в его стенке. Повреждающие факторы. Высокая концентрация в содержимом желудка соляной кислоты. Неорганические кислоты. Ортофосфорная ацетилсалициловая аспирин. Кислота, да? Уксная кислота даже в небольшом концентрации. Желчные кислоты. То есть, если желчь попадает в желудок, опять же, заброс, не работает, значит, сфинктер. Алкоголь. Бактерия Helicobacter pylori. Считается, что язву вызывает бактерии Helicobacter pylori. Но также выяснили, что эта бактерия есть у всех. Просто когда увеличивается ее численность, тогда это приводит к гастриту и в дальнейшем к язве, если это не лечить. В кислой среде и в условиях нарушенного слизистого барьера возможно переваривание элементов слизистой оболочки пепсином. Это приводит к гастриту, воспалению слизистой оболочки желудка и язвенной болезни желудка. Переваривание в тонкой кишке. В обеспечивании начального этапа пищеварения большая роль принадлежит процессам, происходящим в 12-перстной кишке. В 12-перстную кишку впадают протоки поджелудочной железы и печени. Содержимое 12-перстной кишки имеет слабую щелчную реакцию, которая поддерживает за счет поступающих в кишку челочных секретов поджелудочной железы, тонкой кишки и желчи. Желудочный пепсин при этом инактивируется. По мере продвижения по 12-перстной кишке, пищевое содержимое смешивается с поступающими в кишку секретами ферменты, которых уже в 12-перстной кишке осуществляют расщепление питательных веществ. Особенно велика в этом роль сока поджелудочной железы и желчи. Этапы пищеварения. Полостное пищеварение. В полости тонкой кишки при участии ферментов поджелудочной железы осуществляется гидролиз сложных полимеров, белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот. До полипептидов и дисахаридов. Пристеночное пищеварение. На стенке тонкой кишки, в частности в мембранах кишечного эпителия, происходит дальнейшее расщепление образовывающих соединений до моносахаридов, аминокислот, жирокислот и глицерина. При этом важная роль принадлежит собственно кишечным ферментам. Всасывание через стенки ворсиных пищевых веществ в кровь. Аминокислоты, моносахариды и лимфу, жирные кислоты. Мышечные сокращения ворсинок способствуют перемешиванию пищи в полости кишки и продвижению поступивших через ее эпителиальные клетки, энтероциты, питательных веществ по кровеносным и лимфатическим сосудам. Секреция поджелудочной железы. Поджелудочная железа человека натощак выделяет небольшое количество секретов. Активное выделение сока железой начинается при поступлении пищевого содержимого из желудка в 12-перстную кишку. За сутки выделяется до 2,5 литров поджелудочного сока. Состав сока поджелудочной железы. Это вода. Гидрокарбонаты нейтрализуют кислое пищевое содержимое желудка в 12-перстной кишке. Ферменты амилазы, липазы, нуклеазы, протеазы переваривают все виды питательных веществ. Фермент поджелудочной железы. Трипсин и химотрепсин расщепляют белки. Амилаза расщепляет крахмал и гликоген. Липаза расщепления жиров. Липаза действует только на поверхности жира. Чем больше суммарная площадь поверхности контакта жира и липазы, тем активнее идет ее расщепление. Поэтому эмульгирование жира имеет огромное значение для его переваривания. Эмульгирование обеспечивается желчью, желчими кислотами и их солями. Секреция желчи. Желчь образуется в печени и ее участие в пищеварении многообразно. У человека за сутки образуется до 1,8 литров желчи. Процесс образования желчи осуществляется непрерывно, а поступление желчи в 12-перстную кишку периодически. В основном в связи с приемом пищи. Натощак в кишечник жел почти не поступает. Она направляется в желчный пузырь, где при депонировании концентрируется и несколько изменяет свой состав. Поэтому принято говорить о двух видах желчи – печеночной и пузырной. В желчи содержатся белки, аминокислоты, витамины и другие вещества. Желчь обладает небольшой ферментативной активностью. При прохождении по желчевыводящим путям и нахождении в желчном пузыре жидкая и прозрачная золотисто-желтого цвета печеночная желчь концентрируется. Всасывается вода и минеральные соли. В ней добавляется муцин желчных путей и пузыря. И желчь становится темной и тягучей. Основной компонент желчи – желчные кислоты – синтезируются в гипотоцитах – клетках печени. Из тонкой кишки всасывается в кровь около 90% желчных кислот, выделившихся в кишку в составе желчи. Всасывающие желчные кислоты с кровью в поворотные вени транспортируются в печень и включаются в состав желчи. Остальные 10-15% желчных кислот выводятся из организма в основном в составе кала. Эта потеря желчных кислот восполняется их синтезом в гипотоцитах. Каково же значение желчи? Это эмульгация жиров, инактивация пипсина, растворение и всасывание жирных кислот, продуктов, расщепление липидов, повышение активности ферментов поджелудочной железы и кишечных ферментов, особенно липазы. Стимуляция расщепления и всасывания белков и углеводов, стимуляция перистальтики, стимуляция секреторной деятельности тонкой кишечники, стимуляция обновления клеток кишечного эпителия, бактериостатическое действие, участие во всасывании из кишечника жирорастворимых витаминов, холестерина, аминокислот и солей кальция. Кишечная секреция. Кишечный сок представляет собой мутную вязкую жидкость, является продуктом деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки. За сутки у человека выделяется до 2,5 литров кишечного сока. Слизистая оболочка тонкой кишки образует ворсинки, выросты, выступающие в просвет кишечника. На 1 квадратный миллиметр поверхности приходится 20-40 кишечных ворсинок, то есть это очень много. Кишечные ворсинки покрыты каемчатыми клетками, выросты их плазматической мембраны формируют множество микроворсинок. Поверхность кишечных ворсинок содержит кишечные ферменты и слизь, вырабатываемые бокаловидными клетками. В слизистой оболочке тонкой кишки происходит непрерывная смена слоя клеток поверхностного эпителия. Они образуются в криптах, впадинах между ворсинками, затем продвигаются по ворсинкам и слущиваются с их верхушек. Полное обновление этих клеток у человека совершается от 1 до 6 суток. Такой высокий темп образования и отторжения клеток обеспечивает достаточно большое их количество в кишечном соке. У человека за сутки отторгается около 250 г эпителиоцитов. Состав кишечного сока. Это вода, минеральные соли, слизь, ферменты, более 20 видов ферментов, отторгнутые эпителиоциты. При дефиците определенных кишечных амилаз возникает пищевая непереносимость соответствующего дисахариды. Известные генетически закрепленные и приобретенные лактазное, сахарное и комбинированное недостаточности. У значительной популяции людей, особенно народов Азии и Африки, выявлена лактазная недостаточность. Не переносить молока и многих молочных продуктов. То есть отсутствие ферментов, которые переваривают молоко. В грудном возрасте у нас эти ферменты присутствуют, а потом из-за того, что мы уже так много молока не употребляем и можем без него жить. То есть эти ферменты уменьшаются, и мы не можем переварить это молоко. То есть для взрослого человека, не только Азии и Африки, но и сейчас у нас, очень часто встречаются лактазные недостаточности и у детей, и у взрослых. И приходится уменьшать количество молока и переходить на растительное молоко. Пищеварение в тонкой кишке. Из тонкой кишки химус, пищевая кашица, через сфинктер порциями переходит в толстую кишку. При наполнении слепой кишки и ее растяжение сфинктер закрывается и в норме содержимое толстой кишки в тонкую кишку не возвращается. При переполнении толстой кишки увеличивается тонус сфинктера и тормозится поступление в толстую кишку содержимого тонкой кишки. За сутки у здорового человека из тонкой в толстую кишку переходит до 4 литров химуса. Пища почти полностью переваривается и всасывается в тонкой кишке. Небольшое количество веществ пищи, в том числе клетчатка и пектин, растительный полисахарид, расщепляются в толстой кишке. Гидролиз осуществляется ферментами химуса, микроорганизмов и сока толстой кишки. Всасывание питательных веществ в толстой кишке незначительно. Там всасывается много воды, что необходимо для формирования кала, небольшом количестве глюкозы, аминокислоты, хлориды, минеральные соли, жирные кислоты и жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. Вещества из прямой кишки всасываются так же, как из ротовой полости, то есть непосредственно в кровь. На этом основаны действия так называемых питательных клизм. Не только питательных клизм, но еще и препаратов, в основном это жаропонижающие, которые используются в виде свечек, потому что из толстой кишки всасывается сразу в кровь. Из прямой кишки сразу всасывается кровь в вещества и поэтому происходит быстрое снижение температуры, например. Сок толстой кишки имеет щелочную реакцию. Состав сока толстой кишки – вода, слизь, отторгнутые кишечные эпителиоциты, ферменты, их активность значительно меньше, чем в толстой кишке, хотя спектры ферментов близки. Толстая кишка является конечной частью пищеварительного тракта. У человека состоит из нескольких отделов. Общая длина толстой кишки у человека составляет около 2 метров. Функции толстых кишки – всасывание воды и солей, расщепление остатков пищевых веществ кишечными бактериями, всасывание остатков питательных веществ и жиростворимых витаминов, синтез витаминов группы В и викотина К, формирование и выведение идентификации каловых масс, кишечные симбиоты. Пищеварительный тракт человека и животных заселен микроорганизмами. В одних отделах тракта в норме их содержание незначительно, или они почти отсутствуют, у других их находится очень много. Макроорганизм и его микрофлора составляют единую динамическую экологическую систему. Каждый из отделов пищеварительного тракта имеет характерное для него количество и набор микроорганизмов. Их число в полустерта, несмотря на бактерицидные свойства слюны, велико. Содержимое желудка здорового человека натощал благодаря бактерицидным свойствам желудочного сока часто бывает стерильным, но нередко обнаруживается и относительно большое число микроорганизмов, проглатываемых со слюной. Примерно такое же количество и в тонкой кишке. Содержимы толстой кишки, число бактерий максимально. Микрофлору кишечника делят на три группы. Главное – это бифидобактерии и бактериобактероиды, 90% от всех микробов. Сопутствующие – это лактобактерии, эшерихии, энтерококки, 10% от всего числа микроорганизмов. И остаточные – это цитробактер, энтеробактер, протеи, дрожжи, кластридии, стафилококки, аэробные бациллы и другие – менее 1%. Анаэробная микрофлора преобладает надаэробной. Толстая кишка является своеобразной микроэкологической зоной. Состав и количество микроорганизмов в пищеварительном тракте зависит от питания, моторики, приема антибиотиков и т.п. В формировании микрофлоры в пищеварительном тракте велика роль пищеварительных секретов. Слюна содержит лизоцим, лактоферин и иммуноглобулины, обладающие антибиотической активностью. Желудочный сок содержит соляную кислоту, уничтожающую все живое. Значение кишечной флоры. Иммунная защита организма. Предохраняет от внедрения и размножения в нем патогенных микроорганизмов, гибель нормальной микрофлоры, влечет за собой бурное размножение в кишечнике, дрожжей, стафилококко, протеи и других патогенных микроорганизмов. Они там в норме находятся, но их очень малое количество, менее 1%. И какое-то нарушение полезных бактерий ведет сразу к быстрому их размножению. Синтез вентавина К и группы В. Ферменты бактерий расщепляют целлюлозу, гемицеллюлозу и пектин. Утилизируют непереваренные пищевые вещества, образуя при этом ряд веществ, которые всасываются из кишечника и включаются в обмен веществ организма. Существенно влияет на деятельность печени, участвует в обмене белков, фосфолипидов, желчных и жирных кислот, билирубина и холестерина. На этом наша тема, этапы пищеварения завершена. Всем спасибо за внимание, это была очень сложная тема. Несколько раз нужно пересмотреть, все записать, но очень интересная. Для меня, по крайней мере, я думаю, для всех, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. И сегодня мы немножко больше узнали о пищеварении. На следующем занятии мы продолжим нашу пищеварительную систему. Это очень большая тема, думаю, вам понравилось. Спасибо за внимание и до новых встреч! До новых встреч!